6 декабря 1952 года в английском городе Лутон родился Майкл Гордон Питерсон, позднее известный под псевдонимом Чарльз Бронсон, в честь голливудского актёра, снимавшегося в вестернах и боевиках. Питерсон получил негласное звание «Самый жестокий заключённый Великобритании», но в отличие от большинства опасных преступников, в детстве с Майклом не случалось ничего травмирующего, что явилось бы причиной для его превращения в бодибилдера одержимого насилием, а затем в человека, который на сегодняшний день провёл за решёткой в общей сложности более 43 лет. Питерсоны считались респектабельной и благополучной семьёй. Дядя Бронсона и вовсе был мэром города. Мальчик, воспитанный в мире и согласии с двумя братьями, рос вежливым, хорошо учился и имел много друзей. По мнению его тёти, характер ребёнка резко изменился после переезда в Мерсисайд. Там Майкл связался с дурной компанией, начал участвовать в кулачных боях и познал вкус к насилию. Но чем он заслужил громкую славу и место в массовой культуре? Почему о преступнике, осуждённом на пожизненное заключение, сняли художественный фильм, где главную роль исполнил номинант на премию «Оскар» Том Харди? Здарова, бандиты! Меня зовут Иван Гратовский и вы на канале «Последний киногерой». Чтобы помочь моему каналу, многого не надо. Достаточно лишь поделиться этим роликом в социальных сетях, либо отправить видео своим родным и близким в мессенджерах. Для вас это пару секунд, а для меня это огромный вклад. Что делать дальше, вы знаете сами. А мы продолжаем. Первая драка открыла Майклу новый мир. Мир ультранасилия и адреналина. Стычки дарили ему ощущение собственного превосходства. Чтобы стать непобедимым, Питерсон занимался бодибилдингом, работал над выносливостью и регулярно участвовал в кулачных боях, а затем и выступал в цирке как силач. Подобные интересы не помешали 19-летнему парню создать семью. Он женился на девушке по имени Ирон, вскоре у пары родился сын Майк. Брак продержался недолго, ведь уже в 22 года Майкл Гордон Питерсон загремел за решетку за ограбление почтового отделения. Вор забрал из кассы всего 26 фунтов стерлингов, но заплатил за это огромную цену, получив 7 лет тюремного заключения и уведомления о разводе. Статья предполагала возможность досрочного освобождения, но преступник сделал всё, чтобы задержаться в исправительном учреждении надолго. Дрался с сокамерниками, калечил охранников. В итоге срок растянулся до 13 лет. Держать такого заключенного было накладно, и глава тюрьмы постарался избавиться от Бронсона. Также поступил и следующий начальник, и в итоге бунтарь побывал более чем в 120 исправительных учреждениях. В каждом из них Майкл продолжал нападать на сокамерников и охранников, брал заложников, крушил всё вокруг и сбегал на крышу. Его не пугали ни дубинки, ни одиночная камера. В 1978 году Бронсон был объявлен сумасшедшим и отправлен в больницу Бродмур. Это своего рода британская версия лечебницы Аркхем, самый охраняемый объект для душевнобольных преступников в Соединённом Королевстве. Но это мало что изменило. Бронсон кричал, что он не сумасшедший, а его держит в заведении насильно и пичкает таблетками. По старой схеме Майкл забирался на крышу, а попытки вернуть его в палату заканчивались для охранников поломанными ребрами. По некоторым оценкам, за один инцидент на крыше он наносил ущерб на сумму в безумные 750 тысяч фунтов стерлингов. В 1987 году тюремщики вздохнули с облегчением. Дебошир вышел на свободу. Мирная жизнь казалась Питерсону скучной и рутинной, так что он нашёл промоутера и стал участником подпольных боёв под псевдонимом Чарльз Бронсон. Здесь мужчина не только выплёскивал энергию и ярость на противников, но и зарабатывал неплохие деньги. Однажды за одну тысячу фунтов стерлингов он даже сразился с Ротвейлером и буквально разорвал его. Поступком Чарльз не гордился. Он любил животных, в отличие от людей. То ли тюремные порядки были для Бронсона привычнее, то ли финансов по-прежнему не хватало, но уже через 69 дней после освобождения он взялся за старое и был пойман с поличным при попытке обворовать магазин. Суд приговорил Чарльза к трем годам заключения, после чего он провёл на воле всего три недели и опять попался за заговор с целью ограбления. В тюрьме Бронсон прославился драками с охраной. Однажды он густо намазал своё тело маслом, а потом напал в голом виде на охрану тюрьмы. Бронсон нанёс несколько серьёзных травм надзирателям, прежде чем поднятый по тревоге отряд спецназа смог его обезвредить. За то время, пока он сидел в тюрьме, Бронсон успел прославиться как художник и поэт и даже получил награды за свои работы. При этом часть денег от продажи работ направил на благотворительность. В октябре 1996 года взял в заложники своего адвоката Роберта Тейлора, однако уже через 30 минут отпустил его. Адвокат не выдвинул обвинений. В 1988 году он взял несколько эракцев в заложники в тюрьме Белмарш. Он приказал заложникам называть его генерал и угрожал съесть одного из них, если его требования не будут выполнены, а позже приказал бить себя одному из заложников. Когда тот не смог, он самостоятельно нанёс себе увечья, после чего потребовал вертолёт, который отвезёт его на Кубу, пистолет-пулемёт УЗИ, 5000 патронов и топор. На суде заявил, что виновен настолько же, насколько и Адольф Гитлер. Находясь в тюрьме, Чарльз Бронсон встретился и подружился с Ронни и Рэджик Рэями, самыми жестокими и опасными бандитами Великобритании. Бронсон описывает их как «лучшие парни, которых я когда-либо встречал». В феврале 1999 года в тюрьме строгого режима Вудхилл из-за пребывания в ней трёх опасных заключённых – Чарльза Бронсона, Реджинальда Уилсона и Роберта Моцли, и для того, чтобы обеспечить безопасность других заключённых, было создано специальное подразделение. Лишь однажды, в начале 1990-х Бронсона надолго вывели из строя, но не тюремщики, а другие заключённые, напавшие на него с заточками. Вероятно, сокамерники намеревались убить Чарльза, но его сильный организм восстановился от ран. К слову, виновных в покушении британец так и не сдал. Взгляды Чарльза постепенно эволюционировали. Его всё больше тянуло к искусству и самовыражению через живопись, а не путём причинения вреда окружающим. Кроме того, в 2001 году он сделал попытку наладить личную жизнь, женившись на уроженке Бангладеша по имени Саира, с которой вёл переписку и встречался всего 10 раз. Преступник принял ислам и сменил имя на Чарльз Али Ахмед. Но уже через 4 года в интервью таблоидом супруга назвала его «жестоким и хитрым расистом» и подала на развод. Расставшись с женщиной, Али Ахмед вновь стал Бронсоном. В 2007 году Чарльз Бронсон выпустил книгу о фитнесе, где описал свою обычную тюремную тренировку под названием «Одиночный фитнес». В ней рассказывается, как можно накачаться без специального оборудования, дорогой спортивной одежды и здоровой пищи. Проведя большую часть жизни в одиночной камере, он стал горой мускул. По его словам, эти методы могут дать поразительную силу. Он говорит о технике под названием «Одиночный удар коровы», который настолько сильный, что может вырубить корову. Преступник также утверждает, что его фитнес-режим также позволит разбить пуленепробиваемое стекло, выбить стальную дверь, поднять взрослого человека над головой и кинуть его на 9 метров. В 2009 году история жизни Чарльза Бронсона была экранизирована. Том Харди в фильме «Бронсон» сыграла самого Бронсона. Чтобы лучше понять его характер, Том Харди посетил Бронсона в тюрьме несколько раз. Актёр описывает его как очень чёткого, доброго, смешного и умного человека. Несмотря на то, что Харди осуждает поступки Бронсона, он подчёркивает, что как актёр обязан понять характер своего персонажа, а не оценивать его. Бронсону действительно понравился Том Харди, а сам актёр надеется, что его игра понравилась заключённым. В противном случае его могут закатать в ховёр и отправить на дно Темзы. Во время съёмок актёр задал множество вопросов его близкому другу и провёл время с его семьёй. Бронсон настолько заинтересовала мысль о том, что его увековечит в фильме, что он сбрил свои знаменитые усы и отправил их Тому, чтобы тот надевал их на съёмки. Интересно, что когда бунтарь женился в третий раз на звезде сериала в Поле Уильямсон, которая нашла в эксцентричном мужчине свой идеал, то захотел сделать Тома Харди отцом своего ребёнка. Звучит странно, но Бронсон отчаялся в попытках зачать сына с женой и действительно подумывал обсудить с ней подобную возможность. Но если первое время Харди активно переписывался с Чарльзом, то постепенно свёл общение на нет. Преступник не обиделся, заключив, что у актёра нашлись более важные дела. Что же до Уильямсона, то её жизнь сложилась печально. Отношения с супругом распались, начались проблемы с алкоголем и наркотиками, а 29 июля 2019 года 38-летняя Уильямсон была найдена мёртвой в доме своего любовника. Ещё раз сменить имя преступник попытался в 2014 году, заявив, что отныне его сердце обрело покой, а разум посвящён искусству. Псевдоним Чарльз Сальвадор, в честь испанского сюрреалиста Дали, не прижился. Пресса по-прежнему называла заключённого Бронсоном. Это не сильно расстроило Чарльза, с головой окунувшегося в рисование и написание книг. «Однако преступник устал жить в камере и надеется выйти однажды на волю, чтобы начать всё с чистого листа. У меня нет DVD или PlayStation, как у других парней, ничего из этого дерьма. Моя камера предназначена только для сна. Мне не нравится в ней находиться, быть в тюрьме. Бесконечная рутина, ненавижу её». Сетовал Бронсон в прошлогоднем интервью. «Я хочу жить традиционно, держать кур и свиней, есть яйца и бекон, выращивать собственные овощи, иметь в саду яблоню, на которую я смогу повесить боксёрскую грушу. Я думал о Южной Ирландии, или, может быть, поеду в Корнвулл или в Озёрный край. Или даже Уэльс. Коттедж с двумя спальнами, которые я смогу раскрасить во все цвета радуги. Вот то, чего я хочу». Люди будут проезжать мимо, показывать пальцами, говорить «Смотри, какие оттенки на доме! У меня будет духовка, чтобы печь хлеб и пирожные. Вы почувствуете запах моих домашних яблочных пирогов за 5 миль». Подписывайтесь на мой канал и загляните на страницу в Патреон. Меня зовут Иван Пятовский, не переключайтесь. Продолжение следует...